Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 435. Событие дня. Второе послание апостола Павла Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Написано, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. За 19.02.2017 года. За воскресенье что у нас было? Я отвечаю. Считай. Игнатий Лапкин, отследить отправление можно на сайте www.poczta.ru по номеру почтового идентификатора. Ну и дальше считай, какой номер каждому отсылаю. Считать номер? Не надо. Срок предъявления претензий 6 месяцев. Некоторые не знают. Сейчас так сделали. И вчера первый раз я еще не успел получить квитанцию, а уже им туда сообщили, мне оттуда сообщают, что уже отправлена посылка. Сама почта, там телефон дается, дали хозяева, кому книги пошли. И сразу говорят, уже поступило сообщение, что принято. Ну и дальше. Семья Юрова. Да, да, нам уже пришло оповещение с номером отслеживания. Какой суммы денег не хватило на затраты? Может мы выслали меньше нужной суммы и стеснили в деньгах или на почте взяли за пересылку много? Я отвечаю. Игнатий Лапкин, я хожу за пенсией редко. Тогда и узнаю про ваши деньги. Или узнаю. Денег на пересылку хватило и даже осталось. А теперь они отвечают. Слава Богу, если что-то будет не так с переводами, пожалуйста, дайте знать. Я отвечаю. Они переводят на книжку и невозможно узнать никак, от кого поступило. Если бы там был один, кто посылал. Немало не думайте. Все Господь как-то так устраивает, что обман очень редко бывает. Теперь еще одна. Если бы вам было бы удобно, то в Сбербанке возможно подключить услугу оповещения. При поступлении денег или их списании со счета на мобильный телефон приходит смс-оповещение. Но эта услуга стоит около 60 рублей в месяц. Причем они снимают в любом случае. Если у вас эта услуга подключена или нет, деньги так и так они снимают за нее. Сейчас не снимают. Ну, мне снимают. И так сказали, когда я оформлял. И так и так снимают. Либо можно банке запрашивать детализацию счета. Один раз в месяц банк отправляет эту детализацию на электронную почту. Всю эту информацию могут уточнить Владимир или Никита по бесплатному многоканальному телефону Сбербанка. Написал для информации. Возможно пригодится. Как только получим посылку с книгами, вышлем фото правила помним. Слава Христу. Ну, вот видите как. Они высчитывают со всех. Ну, и пускай высчитывают. А с меня они высчитывают вначале. Я пришел. Мне выслали 3000. Я прихожу. 30 рублей не хватает. Я говорю, а где 30 рублей? Ну, это заповещение. Я говорю, а я не просил услуги. Ну, сейчас всем. Не касается. Мне деньги вернуйте. 30 рублей. У меня пенсия 6500. Чего ради буду 30 просто так вам подарить-то? У вас много клиентов. Вы со всех снимаете? Отдайте. Ну, как отдайте? Это когда это высчитано. Так, где директор? Я начал там рассказывать им. Я говорю, недавно у меня было такое. Возвращаюсь с деревни. Сунулся. А у меня деньги высчитаны. Которые я за телефон или где там платил телефон. Денег-то там у меня меньше. Да не намного меньше. 750 рублей. За что? Компания такая-то вам услугу дала. Нашел компанию. Дайте директора. Нет директора. Ушла. Я второй день. Третий. Наконец директор есть. Что хотели? Вы с меня деньги такие высчитали? Она посмотрела. Да, высчитали. А когда? Такого-то числа. Я все записываю. А за что? Ну, вы с нами разговаривали? Не знаю. Может, разговаривали. Какого? Ну, 9 июня. А 10 я выехал. Я звонил. И мне звонили. Почему? Потому что по лагерю звонили. Но вы мне услугу-то какую дали-то? Ну, какую? Ну, конкретно. Ну, я не знаю как. Она узнала, что я говорю. Мне 75 лет было. И поэтому бывают старые люди, одинокие. Им надо, чтобы утешили их. Я говорю. Я сам утешаю тысячи людей. А вы меня будете утешать. Вы с кем разговариваете-то? Один вопрос. Вернете деньги или не вернете? Да нет. Деньги не возвращаются. Я говорю. Вы хорошо слышали? Я буду обращаться в высшие инстанции. Все. Я сажусь. Все описал. Понес прокуратуру края. В МВД. Краевое. И сообщил. И зашел. Кажется, по правам человека. Такой. Есть. Организация-то. Совсем немного времени прошло. Звонит. Эта организация. Так, извините. Тут недоразумение. Было вам деньги. Не отдали. Вам перечислили на ваш счет. Туда обратно деньги. 750 вернули. Я спрашиваю. Как дальше-то? Вдруг из прокуратуры приходит ответ. Из МВД приходит ответ. Разобрались. Компания эта закрыта. А я юриста спрашиваю нашего. А это для них ущерб. Это очень большой. Если они были и закрыли, Открыть почти невозможно. Вот она напоролась. Она не знала. Я им это все там рассказываю. Сразу директора вызвали. Сколько у вас там? Я думаю, что она десятками мне будет. 30 рублей мои вернет. За то, что вот эта услуга была. Это с карточки-то. А они то ли на смешку, Или как этими железными монетками дают. И так в глазах моих это мелко показалось. И директор тут склонилась, и это на меня так глядят. И 30 рублей мне вернули. Я говорю, снимите. Этого не было у меня. И они это все сняли. Теперь прихожу, все. Не снимают. Но проверить мне трудно. Возвращаясь из дальней поездки, меня не было. С телефона сняли больше тысячи рублей. С телефона. Билайн у нас такая организация. Я туда. А за что сняли? Ну, у вас услуга стояла там. Какое-то соревнование. Какие вот это надо смотреть. Быть номинантом года. Мне. Вы вообще-то меня хоть гляньте. Кто перед вами стоит, я показываю в заплатах. Я бы тысячу давал, чтобы вы мне какие-то баллы начисляли. И где-то я там перед кем-то буду глядеть. И зато не начисляются у них. Я говорю, деньги-то верните. Никак. Я тем же прежним путем. Но здесь только мы. Сергей Павлович вот как раз и повез меня на машине. Мы только выходим из прокуратуры. В машину сели. Из Билайна ответ. Мгновенно. Видимо, им сказали там. Деньги вернули. Да. Мало того, 50 рублей лишних еще дали. Только не лез. И сейчас все время мне Билайн начисляют по 100 рублей. Откуда они взяли это? Не знаю. Но я с ними встретился, сходил. Все. Больше они меня не трогают. А то непрерывно. Какая-то услуга. Что-то оповещают. Там музыку какую-то заказывают. Все отрезало. Как будто никогда не было. Но мы записали магнитофоном этим аппаратом. Видео-то еще и в интернет выставили. Как мы заходим. Как там беседуем. Вот и все. Бороться надо. И за свои деньги бороться надо. Законным путем. Потом законом. И подкоругливать его, говорится, с кистенем где-то за углом. Вот ответ. Я сейчас на это отвечаю про Сбербанк. Дальше. Михаил Кальмаев. Руками не шевели пальцами. Как же меня радует, что люди начинают понимать. И хотят, чтобы все было по правде. А не на мифологии поповской. Муж этой женщины хочет жить по правде. А ему ты дурак. То есть разговаривал с одной из Италии. Женщина. Хорошая такая. И вот она это говорит. Комментарий под роликом. Как ни прискорбно, но главные антихристиане это священство. Эта каста самая костная, трусливая. Костная так пишется? Трусливая. Не из костей, а костная. То есть застывшая на одном месте. А я так понимаю и ни с места не извинусь. Мое убеждение. Это костный человек. Ты доказали это. Ты сразу переменил. Видишь, что в самом деле там вся правда. Но не ты же один на правде стоишь. А там надо какие-то придумки делать. Костная. Такая костная. Трусливая, алчная, властолюбивая. Самая антиевангельская. Это на деле. А на словах самая правильная, святая и мудрая. Уже многократно убеждаюсь в этом. Действительно, что ложь, хитрость и изворотливость им преподается еще в семинарии. А я давно говорил и говорили. Неужели так, а для чего семинария, чтобы оправдать любое безумие? Особенно Академия, когда кончат. Вот для этого больше ни для чего не надо. Они ничему больше не учатся. Действительно, больно, что все это происходит в моей церкви. Лицо которой вот так хулится. Вот так. Сергей Игнатов пишет. Спаси Христос. Благодарен Господу за очень содержательную передачу, которую ведет Божий человек Игнатий Лапкин. Очень многое узнаю через того, кому Богом дан большой талант знать житие и труды угодников Божьих. Молю Бога, а также помощника Игнатия Тихоновича, особенно моего земляка Никита, чтобы он строго следовал требованиям нашего общего ученика Господа и не допускал личной тонально-голосовой оценки читаемого текста. Хорошо говорит? Я не понял, личная тональная цель. Мне надо читать с интонацией. Ну, что тут непонятно-то? Ну, последнее. Личная тональная голосовая оценка читаемого текста. Я тебе говорю, ты считаешь без выражения, сонно. Не ты определяй, а я определяю. Он мне дает звание Божия человека, и поэтому ты сам не определяй. Я определяю его. В какой тональности надо считать? С выражением. А ты на знаке припинания? Нет, потому что я не говорю. Просто совершенно, ну, прямо нехорошее подозрение идет. Где нет, отбрасывает. Где нет, у нее подставляешь. Так слово не как раз меняет весь смысл этот. Притом многократно уже было. Именно за этим смотри. А подозрения какие возникают? Подозрения, что это от сатаны. Что сатана тебя мучает, будь здоров. Ну. Так, дальше. Смотри, вера станет открытой, доступной всем. Никого за нее не будут гнать или притеснять. То есть один человек говорит, это куда не относится. Другой. Наш современник говорит. Открытой. И все, дальше. Очень много случайного народа придет в церковь. В том числе и в духовенство. Так всегда было в дни благополучные, еще со времени Константина Святого. Многие за денег придут в храм. Многие из тщеславия. Из-за карьеры. Слава Иисусу Христу. И власти. Ты, гляди на это, не искушайся и терпи. Ищи храм победнее и подальше от центральных площадей. Священника ищи смиренного и простого в вере, потому что умных и циничных и теперь развелось много. Умных в кавычках. То есть умничают только. А смиренных и простых в вере не осталось почти никого. У нас только потеряем один. Умничать на каждом шагу. Сказали погоны. Снять погонщики надел. Я говорю, только у нас три военных, которые в городе. Юристы и два врача, которые работают. Они могут быть в погонах и даже по деревне ходить, но не в храме. А у вас китель. Ну, без этого. Я говорю, в войну-то уволил. После войны-то пришито все в этих своих одеждах. Но не в военных. Ничего не было надето. Погоны сняли и ходили. Он умничает непрерывно. И он сейчас есть. И он обязательно на тебя выйдет. Если ты от лжи не избавишься, он непрерывно поливает и поливает грязи. Страшная трагедия была в семье. Ему разницы нет никакой. И только с одним водит дружбу, с которым вместе выпивают. Маленько смотреть. Любую ложь он сразу культивирует и все. Сидит, выпивает. У меня брат один пьяница. А что, Игнатий, работал прорабом где-то? Он работал полтора дня. Брат говорит, а брат выпил, и мне его выпил. Ты работал только полтора дня. Ну, я тут же в город заказал. Привезли мою трудовую книжку и показывали. Смотри, я учусь техниками. Вот я заканчиваю. У нас выпуск несколько факультетов был. Ну, все мастера. И только четыре прораба. Я был в четверке. Направила меня в органы МВД. Строгорежимный лагерь. От меня зависело, куда направят или нет? Да нет, не зависело. Почему? 59-й год. Никто тогда не спрашивал. Советская власть была крепкая. Отработать надо было два года. Так. Значит, я работаю там. Вот смотри. Принято, когда первый месяц работаю. Не полтора дня, а второй, третий, полгода. Я не могу не уволиться, ничего. И вдруг меня призывают в армию. От меня зависит теперь эту работу там закончить? Нет. Туда меня послали органы. Взяли в армию органы. Семь месяцев, в следующем, полтора дня. А он теперь тому пьянец это, не пьянец, а он выпивает. И мой пьянец, брат ему вылепил. Ты врешь, все, тебе верить нельзя. Он везде лжет. А этот пьет, а ложь не любит. И все-таки, и тогда он от него отошел. Вот надо рассуждать как. До конца добиться. И трудовую я вызвал. Дал ему в руки. Он прочитал. Ну, тут цифры, тут никуда не денешься. Печати стоят. И тому. А ты откуда взял, что Игнатий полтора дня работал? Прорабом был. Ниоткуда он охворился и все. Он ничего не мог сказать. Да я трудовую видел. Сказать подделал нельзя. Там видно, что старая печать, книжка замусоленная. Ну, то есть ложь. Он обязательно человек с тобой соединится. Я заранее говорю. Если ты от этой лжи не освободишься, брат, он обязательно с тобой будет. Он враг уставу. Он непрерывно лжесвидетельствует. Где бы ни было. Одно время у нас один там был такой. Седьмую заповедь попирал. Он безумно восставал против всего. Православие потерял. И он вместе с ним. Он ему свояк. Батюшка вызвал. Зачем ты это делаешь? Того человека сейчас будем делать крестный ход. Он никак не выезжает. Он разрушает семьи. Блудник. И он с ним слепился, заодно вместе выпивают. А тот нахальный. Так. И он никак не подчиняется. Но когда увидел, что все уже, круг замыкается, Ирихон будет окружен, стены падут. Он вечером прибежал, упал у батюшки. Прости, я не знал. Батюшка, еще прости. Потому что если ты не придешь, мы захватим твою усадьбу. Крестный ход вместе с... Они живут почти рядом. Как раз ты между ними селишься. И ты будешь здесь. И он отступился от него. А тот погиб. Окончательно. Окончательно. Спорить не надо. Не высокоумничать. Лжецы эти на тебя выйдут сразу. И тот, который блудник, он приезжает иногда. Три года ему не разрешалось приезжать. Он не приезжал. Теперь приезжает. И он остается и в эфире вылазит. И больше всего о целомудрии говорит. О том, что жене нельзя изменить. А опыт у него есть. И он пустил такую молву, что у нас здесь Казанской Божьей Матери монастырь был. Там больше трехсот насельниц было. Перед советской властью их расстреляла советская власть. Щекисты. НКВДшники. Вот. И он говорит. Там озеро рядом. А там никакого озера даже нету. Но там, видимо, была запруда. Там все дно было покрыто мелкими трупиками детей. То есть монахини столько делали абортов. И это в печати, в интернет выставил. На моем форуме. Но я и на это ответил. Смотри, вот хронограф вышел недавно. Городская администрация выпустила. Барнаула. И говорит, какой был монастырь. Как эти монахини. Многим помогали. Инакини. Их расстреляли. И прочее. Ну, доказательства. Да если даже встретиться с родственниками не разрешается. А если с родственниками встретиться только в присутствии старой монахини. Не где-то, а там приемная где-то. А тут бы они аборты делали. Выходили. Да трупики плавают над ней и лежат. Да. Даже один был бы трупик. Тут жандармерия подняла бы какой грай. И тут разбомбили бы все. То есть безумие. Дно озера покрыто одними трупиками. Да рыбу бы съели. Ему разве нет? Он ржет. Он обязательно тебе выйдет. Запомни, что я говорю. Потому что дух лжи в тебе. И он будет все время других сцеплять. Я бьюсь за твою душу, брат. Если одну ложь допустил, я уже не говорю там землю. Теперь это причиной послужило. Почему? Потому что ты здесь находишься. Эти люди настроены отрицательно. Они обязательно придут. Только Володя с ними остановился. И Володя сразу начал лить это. Нашему Володе Пащенко. Он скажет это. И видение было. Видение. Одной нашей сестре она видела. Они идут, несут большой крест, делегация, чтобы меня распять. Крест ставят, а меня на кресте нету. То есть у них все Бог разрушил. Их нету. Дальше. Многие думают, что у священника перед мирянами есть какая-то привилегия или особая благодать. Это говорит про Таирей. Наш современник. О котором только добрые отзывы. Дальше. Печально, но так считает большинство духовенства. Я же тебе скажу так. У священника есть одна привилегия. Быть слугой каждому встречному 24 часа в сутки. Всю оставшуюся жизнь. Бог не дает нам выходных и отпусков. У тебя нет настроения? Все равно иди служи. У тебя болят ноги или спина? Иди и служи. То есть не иди не проповедуй, а служи и святки. Это надвинешься служака. У тебя в семье проблемы? Ну ты все равно иди и служи. Слово проблемы прошу всех исключить из лексикона. Это американское слово, которого нет в Библии. А как тогда? Нерешенные вопросы. Этого требует от нас Господь и Евангелие. Если нет такого настроя, всю свою жизнь положить на служение людям, то займись чем-нибудь другим. Не дерзай принимать на себя Иго Христова. Ну, в общем, все это говорит в шести словах о священстве Ян Златоуст. А сейчас такое время, что многие идут служить в храмы за корысти. Так было и до революции. Об этом говорил или кричал даже отец Иоанн Кронштадтский. Ведь в нашей русской катастрофе 20 века вина духовенства очень велика. И сам священник говорит. И я понимаю это, но не завидую тем, кто пришел в церковь в наши дни. Очень много соблазнов и очень мало опытных духовников. И их становится все меньше. Вот смотри в Печорах. Уйдут отец Иоанн, отец Феофанн, другие старцы. Кто придет им на смену? Правильно, никто. А ведь духовная жизнь это путь в темном подземелье. Здесь очень много острых углов и глубоких ям. Здесь важно, чтобы многоопытный проводник вел тебя за ручку. Иначе упадешь, пропадешь. Сам не вылезешь. Вот об этом видении было, я рассказывал, еще повторю. По хоме. У него было 11 тысяч монахов в монастыре. Пятый век. И собирает хворост. И вдруг, как Серафим Царовский остановился, хворост посыпался и впал в состояние нездешнее. Но братья все замерли. Видение, ави, по хоме. Ну, видение так. Ясное дело, что мы хорошие монахи. И когда у него все прошло, это... Братья, что я видел, плачет. Что я видел? Глубокая-глубокая пропасть, где нету никакой сги. То есть не видно ничего. И там монахи, мы все сидим. И скитаемся там друг друга, лбами бьем в темноте. И пытаемся вылезти. И только единицы, некоторые, с большим трудом вылезли наверх туда. Вот и все. Вот видение какое. Так это еще Дмитрий Ростовский показал. Он бы не написал, и даже этого бы не знали. Монахи. Дальше. Нам говорят, малообразованный христиан. А что такое образование по-христиански? Это совсем не то, чем образование в институтах или академиях. Это когда после трудов поста, смирения и молитвы, Дух Святой поселяется в человеческом сердце и образует новое существо. Поста, молитва, смирение. Дальше. Помни это. Хуже всего, когда христианин превозносится в своем сердце над другим человеком, считает себя умнее, праведнее, лучше. Тайна спасения заключается в том, чтобы считать себя хуже, недостойнее всякой твари. Когда живет в тебе Дух Святой, то ты познаешь свою малость и некрасивость и видишь, что даже самый лютый грешник лучше тебя. Если ты ставишь себя выше другого человека, значит тебе нет Духа, и нужно еще много работать над собой. Но самоуничижение это тоже плохо. Христиане должны идти по жизни с осознанием своего достоинства, потому что он жилище Святого Духа. Это же хуже всех, хуже всякой твари, и нигде не говорит апостол Павел. Это православие уже надуло здесь, монашество. А тут уже идти по достоинству. Апостол так и говорит. Вы церкви живого Бога. Храмы там. Ни одного места Писания не указывает. То есть я должен запомнить это, а сам найти нигде не могу. А что бы? Открул место, показал апостол Павел, говорит глава стих. То есть превращать к Библии священники ни одного нету. Не считая там отдельные, которые пришли из сектантов, вот те их показывают, стали православными. А это нет. Он говорит от себя, от собственного шреба. Даже правильно говорит. Кончилось. Я не записал. Никто не записывает. Стоят бабки. И что нас запомнят-то? Наши ходили к адвентистам. У нас адвентистка пришла одна. Стала членом церкви. Хорошая. Вот вчера она всегда что-то прочитать. Ей надо в нашем собрании. Встает такая в очках. Любовь Николаевна Фатеева. Игорь Третьякова. Третьякова, теща. Ну и пришли к ним наши посмотреть. Там у них пресс-фитером считают-то Линк. И вот он говорит. У них Даниила. А если откроешь Библию. Не знаю, с чем Библия лежит. Но если Даниила, вся грязная книга замузгана, любой следователь должен знать. Это адвентисты седьмого дня. Это их книга. Они будущие времена высчитывают, когда Бог придет. Непрерывно этим занимается. Старообрядцы. У тех наоборот. Басоны, печать Антихриста, печать Сатаны. 666. Масоны. У них разговор из этого не выходит. Какая печать, видимо, невидимая. Старообрядцы. 300 лет. Любой разговор они сведут только на печать. И везде масоны. А сами в глаза его масоны не видели. А я решил масонов все узнать. 14 лет этой теме отдал. И тебе ли говорить про масонов-то, когда ты знаешь пылинку только об этом. Надо рассмотреть, почему они возникли. Какая у них цель. Если что-то там хорошее. Хорошее. Я с этой позиции зашел. И тогда стало все это понятно. Какие это люди. Кого туда принимают. Как они их выискивают. Как они трудятся. Ничего не знают. Масоны. Зря они людей не дурачат. Они дурачат только для одного, чтобы воцарить Антихриста. А земля круглая, плоская. Тут никакой роли. Хоть вчера спрашивал же много раз, Игорь, Глушков-то. С какой целью бы они это дурили-то? А имеет ли это отношение к Антихриста? Нет, значит, никто и не дурит. Тут не надо. Тут как есть, так и есть. Дурят только там, чтобы скрыть Христа. Что Библия переведена неправильно. Вот это Стерлигов делает. Он уже зацепил тебя. Вот Библия вся неправильно переведена. Московская патриархия вся в ереси. Все зарубежные церкви, все в ереси. Нигде нет. Он только один знает одного епископа, но он где-то в подполье сидит-то. Это как сатана. И он уже зацепляет дух. Почему? Тут дух лжи сидит, там сатана, и они сразу сцепляются. Он будет выполнять. Я говорю, чтобы дальше знать. И вот этот человек говорит. Апостол же говорит. Если ты раболепствуешь перед людьми... Он не говорит даже, ну, показал бы дальше. То еще далеко от того, чтобы стать таким храмом. А вообще нам нужно только искренне от всего сердца и всей души молиться. О благовестии ни слова не говорит. Это современный, московская патриархия, батюшка, но хороший. Молитва привлекает дух. А дух убирает из тебя все лишнее, безобразное. И учит, как нужно жить и как вести себя. К писанию ни в одном месте не обращается. Можете сомневаться, патриарший. Нам кажется, что мы самые несчастные на земле. Мы и бедные, и больные, и никто нас не любит. И везде нам не везет, и весь мир ополчился на нас. Ну все, масоны, 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 так нам кажется. Послушай, что иногда человек, и кажется, что перед тобой иов многострадальный. Масоны его туда загнали. А посмотришь на него, красивый, румяный, хорошо одетый. Нормальный, даже с бородой. Почему мы преувеличим свою несчастье и беды? Может потому, что недостаточно страдаем? Ведь посмотри, по-настоящему больные люди не выказывают свою болезнь. Не ноют. Есть тут у нас больной, воронежный, Сергей Козлов, парализованный. Вот образец. Его не будет, кто-то будет, возьмите за образец. 14 лет, он даже не заметил. И говорит, парализованный, во славу Христа подписывается. Вот Бог дал, до какой величины ему достигнуть. У меня знакомая была одна, батюшка меня свел с ней, Людмила. Она была кандидатами мастера по конкобежцам, фигурному катанию. И когда она крутилась, оказалась там трещина на льду и попала ее туда. И ее начала крутить Нагата. Сама-то крутится, а Нагата стоит мертва. И у ней полная парализация. Еще у нее руки скручены. Я не знаю, как она еще делает. Это батюшке свитер связала. Как она там, что-то у нее все-таки движется. И она письма писала мне. Вот если бы сказали теперь назад вернуться туда, но веры-то у меня не было. Я к Вере пришла лет пять, пока пролежала, прогнила. И теперь я эту свою болезнь ни на что не променяю. Она меня познакомила со Христом. Вот так надо рассуждать. Я когда уверовал по Евангелию, а в это время учился в высшем мореходном училище, на корабле работал, то другие говорят, значит у вас какое-то несчастье было. Какое несчастье? Я вернулся с армии. Прекрасное здоровье. Занимаюсь. Бог дал все, что я хотел. И деньги есть. Нет в душе покоя. Зачем я живу? Что Бог есть, я знал. Что грешить нельзя, знал. Но я не знал Евангелие. Не слышал и не видел. И люди привыкли говорить так. Тебя к Богу подвигло какое-то несчастье. Потеря сына или что-то. У меня ничего этого не было. Я пришел сознательно, ища всю жизнь воли Божьей. И Бог мне открылся. Дальше. Так, они несут свой крест молчаливо до самого конца. Вот здесь, в Печорах, была схимница. Она всю жизнь провела в скрюченном состоянии. И кто-то слышал от нее жалобы? Нет, наоборот. Люди приезжали к ней за утешением. Я приехал в одном, как городишко маленькое сказать. И выходит. С женщинами говорили, они что-то на клиросе пели. А потом она вышла. А настоятель говорит, вот это вышло. У нее рак в какой-то стадии, грудь у нее все течет. Она меняет эти подкладки, чтобы мимо не текло. И никогда не увидишь, чтобы у нее была печаль. И живьем тело отваливается. Это какое мужество у нее. И никто не догадается даже, что она болеет. И она уже жизнью расстается. Всегда веселая, везде бежит на помощь. Вот что юность посеяла, то в старости пожнешь. Если в юности ты был такой, то и до старости будешь соблазняться. Как я считал, в одной из записки человек уверовал. Он соблазнялся на мухах. Ставит свечку переобразом Божьей Матери и видит то, что делал в юности. Сатана не оставляет до самой последней минуты жизни на земле. Если жил во лжи, верил в лжи, был блудник, тебе обязательно будет там. Подвернется такая, тебя потащит в другое место. Поэтому всегда это помни и страшись. Вот бывает люди лечат что-то перед иконами, шепчут. Количество раз Богородицы на узелок вяжут в стакан с молоком. Я видел, как это делают. И чтобы раскаялись, нету. Дух вошел. Я видел один раз только такую бабушку. И она говорит, я занималась этим, а потом уверовала, приняла крещение. Бабка старая-старая такая. А в деревне это, большое село, я могу назвать все это, село Рудня Волгоградской области. Я там был. И кто-то открывает дверь, к ней пришли там, заболело дитя. И она видит, стоит сатана. Она сразу падает, плачет, господи, помоги мне. Опять искушает. Она человека не видит, кто пришел. Она видит, дьявол зашел. Ты не думай, что защищая ложные постулаты, какие-то научные, это все от сатаны. Не веришь. А почему? Дьявол не дает, запечатал. А, дьявол, а вас не дьявол. Я читал про одного. Схи какой-то монах там. Там последняя, говорится, стадия исповеди. Никто его не может тронуть. Он только явился на исповедь, он сразу увидел, кто он перед ним. И он видит, дьявол стоит. Он стал говорить, а старичок благообразный, бородка такая нетронутая, испастившийся весь-то. И он начал его исповедовать. Другие стали исповедовать других, он его отвел в сторону. Утренней литургии начал исповедовать. Исповедь кончилась, когда уже солнце закатилось. Когда солнце уже зашло за земной шар. Он уперся. Да я делал доброе. Ты скажи, какие ты молитвы читал? Ну он считает, они говорят, нет, ты не договариваешь. И он ее терзал, терзал. И когда ему это открылось, он просто давил на Сатану. Сатана его на минуту покинул. Он сразу глаза открылись. Что говорили, я знаю, я просто не мог. Пал и заплакал. И тогда вместе стали молиться, и из него он вышел. Это не просто дело освободиться. Дух лжи вошел. Все стали лгать. Иди, победа будет. Иди, победа будет. А Михей говорит, я видел, на небе был совет. Бог говорит, как бы увлечь его? Как увлечь тебя? А увлеку там через стерлиг, через кого-то? Иди, Дух говорит, я войду. Будут верить. У тебя нет опыта, брат. Я тебе говорю, через кого он подходит. Лживые разные эти крошенники, славики, динозавры будут лезть и лезть. Церковь, священоначалия, никто не признали. Там нету никакой правды. Там ложь. А зачем, говорю, любовь? Это считай, как исповедь. Для твоей души не передо мной, перед Богом. Заметь, когда был, с кем был, какие были поступки, которые уже знают, что они грешные были. Сказал ли это на Исподи при крещении? Не сказал. Он никуда не вышел. Дух лжи. Главное это. Я вот заранее предупреждаю. Все лжецы в интернете, везде это твои друзья будут. Все. Правду говорит, а это масоны обманывают, мозги пудрят. И далее. Так, люди жалуются, потому что считают, что должны быть довольны и счастливы здесь, на этой земле. А о счастье Бог как раз и не говорил. Они не верят в вечную жизнь, в вечное блаженство. И поэтому хотят насытиться счастьем здесь. И если что-то малое мешает этому счастью, они кричат, как нам плохо, хуже всех на земле. Слышал? Никогда не считай. Какой бы трудность тебе не представили, выполни ее с Божьей помощью. Не ищи довольства здесь. Это, конечно, трудно усваиваться. Но полюби боль и страдания. Полюби свои несчастья. Пожелай Царство Божие паче всего. Тогда вкусишь свет. Тогда все сладкое здесь покажется горькой полынью. Помни, на земле мы живем всего одно мгновение. Сегодня родился, а завтра уже могилу роют. А в Царстве Божьем будем жить бесконечные веки. Боль, если сильная, то короткая. А если долгая, то можно терпеть. Потерпи немного здесь, чтобы вкусить радость вечную там. Серафим Саровский об этом многое говорит. Тот комнат, где мы сидим, вся наполнена червями. И каждый червь тебя прогрызает во всех направлениях. Ну, немного потерпеть. Сто лет, братья мои, стоит ради Царства Небесного. Всего сто лет только будет грызть у меня черви. Дальше. Помни, слова апостола, лучше бы вы не крестились. Где он нашел такое, лучше бы вы не крестились? Апостол говорил. Не говорил он так, апостол. Нет таких слов. Это страшные слова, которые во многом относятся к нам. Почему? И люди стоят, которые... Никто ему не скажет, батюшка, да нет такого. И это священник, протеерей, известный на всю Россию. В конце его в подпись увидишь. Сказал не крести. Ну, сказал сейчас, где? И ты увидишь, смирение у него или нет. Я только прошу, покажите, где я хочу знать. Не с твоих слов. Нет этого нигде. На смысл, да, лучше бы не крестились. Лучше бы не познать пути правды, нежели познавшим, возвратиться назад от преданности той заповеди. Вот написано как. Дальше. Почему? Потому что внешне мы принимаем православные обряды, а внутри остаемся теми же, что были до крещения или обращения. Завидуем, обманываем, испытываем к ближним неприязнь, осуждаем. А самое главное, наше сердце еще не отлепилось от всего мира и не прилепилось ко Господу. Но он тоже знает пасту свою, что все фальшь. А сам спроси его, крестил ли он в полное погружение. Почти на сто процентов. Я не встречался с ним, но думаю, не крестил. Не крестил, допускал до причастия всех. Но говорит слова-то правильные. Дальше. Мы верим о своей налчности, а не Богу. Мы верим своим похотям, а не заповедям Господним. Мы знаем то, что от плоти, что можно потрогать, увидеть обычными глазами. А то, что от духа, мы как слепоглухие не разумеем. Вот и все. А ведь без этого христианство не имеет никакого смысла. Мы лукавы, пытаемся приспособить христианство к этому миру, чтобы наша вера была служанкой нашей обыденной жизни, чтобы нам было удобно и комфортно. А ведь жизнь духовная – это тесный и неудобный путь. Здесь, извини, нужно себя шкурку содрать, и не одну. Почему? Потому что грех пророс в наше естество, и божественное стало для нас противоестественным. Так что душа по природе христианка, тертуриан сказал, у Адама, а сейчас она рождается язычницей. Поэтому и нужен крест. Каждому нужна своя голгофа, чтобы умереть в страданиях греха и воскреснуть в радости духа. Это, конечно, не значит, что нужно себя истязать. Нужно принимать все скорби и болезни, которые обрушиваются на тебя, с благодарностью, а не с ропотом. Если жизнь бьет, значит, Господь не забыл про тебя. Значит, ты стал, как раскаленное железо под ударами молота. Если увильнешь от ударов, то останешься бесформенным куском металла. А если потерпишь, будешь дивным произведением Божьих рук. Священник Василий Ермаков. О, в Санкт-Петербург, кажется, оттуда. И мне писали, какой хороший священник. Ну, я не опровергаю ничего. Хороший, да и хороший. Но как он исповедовал, я не знаю. Были ли благовестники, сомневаюсь. Стремился ли он, чтобы люди были рождены свыше, не знаю. Как крестил и прочее. Ну и попутай немножко и сельского хозяйства, брат. Послушай, считай. Как увеличить урожай смородины? Если на вашем участке смородина белая, красная, черная обильно цветет, а потом завязи или осыпается, то причиной может быть и плохой от опыления цветов. Чтобы этого избежать, надо взять одну столовую ложку натурального меда, растворить в одном литре воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что, соответственно, обеспечит отличное опыление, что, в свою очередь, скажется на повышении урожайности. Ну, это все можно выполнить. И все правильно. Этот способ можно использовать и для других растений. Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве для получения более высоких урожаев можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы. Шлангов с напором воды, буром малого диаметра или ломом вставляется в него отрезок трубы или поливного шланга. На шлангах закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, весь тыквы, выращенный мной таким способом в 1999 году, превысил 40 килограмм. Ну, а как ее утащишь 40 килограмм? Только катить ее? Можно ли ускоренно размножать смородину? Можно осенью при уходе за кустами черной смородины, надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 сантиметров. А, четверть. Их высаживают на глубину около 15 сантиметров. В бороздке хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы. Около 80 черенков на одном погонном метре. Прямо рядышком, рядышком, рядышком. Присыпают землей, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из рейки джердочек. Весной, как только всадет снег, каркас обтягивают в два слоя пленкой. В два слоя. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днем, в пасмурную погоду, черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 сантиметров один от другого. Там через сантиметр, полтора, а тут через 25. Дальше. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку по возможности жидким коробяком. Когда прирост черенков достигнет 20 сантиметров, для появления ответвленной ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов, высаженные осенью на постоянное место. На следующий год они уже плодоносят. Все, выполнимо это для нас. Надо только работать. И особенно там, где лох идет, рядом, там сыра. И ничего не надо, ни пленки, ничего. Только вот эти корешки взять и пропалывать. Там смородины всякой будет. Виталий Калиников. Лучшее время моей жизни это потеряйки. Вот и возьми его. А я его тут... Любовь отеческая фонтаном льется. Именно отеческая. Держись, брат Роман. Великая милость Божия по отношению к тебе. Через Игнатия Тихоновича. Гордыня стенает, а душа очищается. Слава Христу. Благодарение отцу Игнатию. Ну, никогда не подумай, что от Виталия так будет. Ну, сколько роликов было с ним. И не все было благополучно. И чтобы предположить, что он это... Да ему зачем лицемерить-то? Никакое... Нет, уехал тем более. И везде он повторяет подобные слова. У меня нет основания не верить ему, что он понял, как многое он получил. Он уехал, на дорогу дали, все. Но возможности уже нельзя было иметь. Вот из него стало такое проявляться. Ну, все это мы прощали, как говорится, ужины. И все это ему было высказано. Все. Сразу. Сегодня ты уезжаешь. То есть расстаемся не совсем хорошо. Но молиться мы обещали будем. Дальше. Вот у нас есть возможность показать наши ресурсы. Вот посмотрите, что у нас есть. Это вот... Где-то... Я сейчас должен поднять кверху. Мой мир. Мой мир. Вот сейчас покажу. Посмотри. Что-то задержалось. Вот оно как. Вот он, мой мир. Мой мир Mail.ru. Я переношу сюда все. Сейчас даже могу посмотреть, как оно. Вот оно здесь. Лучшее. Лучше всех вместе взятых. Контакты, Фейсбуки, Твиттеры, живой журнал. У меня на все, на все везде открыто. Там модератор работает. Но в моем мире я не... Контрольный там делает еще один. Одна страница. Но здесь я в шапке. Кто желает, вот здесь легко, вверху видно вот адрес записать, там по книгам спросить. Это сегодня выставилось. Занятие раз. Дальше. События дня два. Так. Драгоценные. Но как они сравнены с глиной посудой? Роман стоит. Третий. Это 11 числа, февраля было. Третий. Вот четвертая. И вот пятая. Пять. Все, это уже... Пять. Я их перенес сюда уже из этой. Можно отсюда убрать. Пять роликов с канала, перенесенные сюда. Ну и наш форум. Очень большой. 1600. Две темы. Мы никак не можем выйти, чтобы его раскрутить. Уже восьмой год. И он посещало 50 человек. 100, 150, 200, 300, 350. Бывает иногда 500, 600. Потом опять вернется на прежнее. Вот я еще не смотрел сегодня. Ну прошедший день. Сколько было посетителей? Вот. 461. Это что-то необыкновенно. На 100 больше, чем обычно. А до этого было 595. А вот сегодня 32. Уже. Это на 19 меньше, чем вчера. То есть вернется на 350. Почему? Не знаю. Но это постоянные наши клиенты. Никаких споров, ни руганий вообще нет. Просто заходят и берут. Ну 350 человек-то. Они не просто пришли, так отметились. Ну и наш видеоканал. Наш видеоканал. Вот тема какая. Что где есть. Вот он как выглядит. Вот сегодня ночью. В первом часу уже. Я уже выставлял их. Вот они. А, это уже замки появились за это время. Замков не было. Это модераторы, администрация. Я не закачиваю. Мало, когда иногда только что-то срочное. У меня не тянет он здесь. Вот события дня за сегодня. Уже 88 посмотрели человек. Разница между человеком верующим и религиозным. 65. И драгоценные, как они сравнены с глиной, 267. Ты популярный такой за 5 часов, 267. Необыкновенно. Ты раскрутку даешь нашему каналу, брат Роман. Ну и здесь. Представь, 38. 38. Ну это уже больше тут. Это вчерашние, которые были. Оно именно за малые часы. И у нас еще есть большой ресурс. Очень большой. Православный библейский сайт. Тут 50 книг, примерно, моим голосом насчитанное. Все мои книги. 40, 38, 39, 41, 42 или 43 книги. Вот здесь вот. Новый Завет. Для слова Божия нет ус. Это как автобиографичность документов книга. Ключ ко всем книгам, так сказать. Кисельному православию. Проповеди. 1300 моих проповедей. Звук и видео. Фильмы. Там о нас, что здесь. То есть очень-очень тяжелый, этот, тяжеловесный сайт. Много. Но главное, это 4124 ответа. Мы тут первые уже проходили где-то. А сейчас мы идем в Царство Небесное, Рай. Добавляем сюда. Ну вот, я как делаю. Сначала Ctrl-A. После этого Ctrl-S копирую. Теперь мне нужно завести Ctrl-V на борт. Ctrl-A высветить. И поднять до размера буквы 20. Все, считает Никита Колесников. Чуть я не решился вчера этого работника своего. Вот так. Но Бог рассмотрел по-другому. А за что? Дверь не закрыл второй раз и... Ну и разговор такой был. Но Бог так помиловал, помолились и... И все разрешилось. Благополучно разрешилось. Ты доволен? Доволен. Ну и все, видишь как. То есть надо быть в отношениях с людьми. Они так, я сказал, и я хозяин, я имею эту власть-то. Но надо смотреть. Я гляжу, у него изменения есть. Для меня этого достаточно. Вот дети нарушают что-то. Я им всегда даю выбор. 5 горящих или 3 горящих тебе. Или без обеда. Другой, без обеда лучше только нету. Все, и сиди без обеда. А другой, лучше накажите. Такой жоркий. Все, за смелость прощаю, садись, ешь. Тебе не того. И они уже дети знают. Даже самые трусливые стараются вылезти. И я не боюсь. Так и здесь. Я вижу, он уже понимает. Наказание принял. Гляжу, раз холод был, его как наказать? Адекватно. Я сказал, будешь спать одну ночь на полу. 5 часов, он и всего спать-то. И вот он принес тут одеяло от Надежды Васильевны. Давай закрывать. Она ушла или нет тут? Ты толкни ее. Она намертво спит. Нет, она не спит. Она смотрит в видениях, в тонком монашеском сне. Даже говорю, называю и не слышит. Ну, еще уткнулась туда. Вот так. Ну, я вижу, что все, он согласился. А раз согласился, смысла нет наказывать. Все, ложись в спину на свое место. Вот понял. Ты, когда меня не будет, вы смотрите. Считай. Вопрос 3437. 21 том открытым оком. Вот, понимаете, вопрос, номер. Этого нет в интернете нигде. Вообще в мировой сети нету. Никто не мог показать. И чтобы указать и ответы давать. Почему? Это оригинально. Легко найти. Какой том, какая книга. Вопросы задают, чтобы они заранее к тебе же были написаны в книгах. Ни у кого нету. Ни у Осипова. Ни у кого нигде. А почему бы? Не знаю, само получилось. Не то, что там умный или святой. А он у меня само получается. Я все время ходил по квартирам. Квартиры нет. Деньги получил, раздал. У меня 3 рубля оставалось. 3 рубля. На 3 рубля жил. Вот старое время, ну, советское время. Я работал на стройке. Бетонные тачки. На второй этаж возите. Какая сила должна быть? У меня на еду уходило за месяц 10-11 рублей. Ну, образец. Что я ел тогда там? Свеклу на дороге где-то подбирал. И ну, там ее паренки делали. Картошка своя. Води в эту сумму. А сторожем был 72 рубля. Максимальная экономия. И вот что, говорит, что считал. Так, в церковной газете читал о трудах Архангела Гавриила и других небесных сил. Трудах Архангела Михаила. Кто-то его на работу нанял, он у них работает, да? Гавриила. Чем они занимаются? Где про это можно подробнее прочитать и насколько верно описано это? Это мне задавали в университетах, где его занятия в школах, по радио. Ответ. Сами посудите. Вот газета «Лампада», номер 34, за апрель 2007 года, страница 3. Новоалтайск, улица Октябрьская, 517, телефон и... На иконах Архангел Гавриил изображается с райской ветвью, принесенной им Деве Марии, или со светящимся фонарем в правой и с зеркалом в левой руке. То есть это все видели, все снабдили его. Архангел Гавриил вдохновил Моисея при написании книги «Бытия». Это все написано. Откуда это взято? Архангел Михаил вдохновил. Почему Архангел Гавриил вдохновил? Ну ладно. Является праведной Анне с вестью о рождении от нее Девы Марии. Неотступно пребывал с Богородицей во время ее земной жизни. Являлся святому Иосифу Бручникову. Нигде это не написано, ничего нет. В Гефсиманском саду, где Иисус Христос молился, являлся и укреплял его перед страданиями. Нет этого. Жены Мироносицы первыми услышали радостную весть о воскресении Христом также от Архангела Гавриила. Нет этого. А раз этого нету, это может быть абсолютной ложью. Кавычки закрыты. Про изображение умолчим, потому что фантазиям художников нет предела. Изобразив ангела, еще и напишут, что изображен в натуральную величину. В натуральную величину. Замерили его, поставили, как в армию берут. Фонарь, ветку, да не иначе, как именно райскую, в руку вложить. Это же все можно. Сделать только с глубокого похмелья, что так свойственно русским изуграфам. Изуграфам, это иконописцы называется так. Про Гавриила в Библии указано только в четырех стихах. Даниила 8, 16, 9, 21. Данилу, пророку Захарии. Ну, пожалуйста, пророку Захарии. Ну, между словом пророк, точка запятой. А Данилу, пророку и Захарии. Луко 1, 19. Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. Деви Марии. Лука 1, 26. Шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. То есть, такие про правду про Деву Марии написано. Ну, вот так. Более ни единой строчки в Библии нет о Гаврииле. И при том, он нигде не назван архангелом. Понятно. Ну, так принято считать. Ну, не написано в Библии. Конечно. Из нас наши басни уже не вытыхнуть. Мы же православие не от Бога. Из Слова Божия учимся от святых, кавычках, выдумщиков, стилизаторов и житописателей, описывающих жизнь не только святых, от которых и следа, записи нигде, не от них, современников, но и жизнь и обязанности небесных сил, как бы выписки из трудовой книжки ангела. Ангела, ангела. Это я уже говорю, как бы ангела с трудовой книжкой. Третья езда 4, 36. На это отвечал мне Иеремиил архангел, когда исполнится число семян вас, ибо Всевышний на весах взвесил век сей. Иуда 1, 9. Михаил архангел всегда говорил с дьяволом, споря Моисеевом теле. Не смел... А как я сказал? Не смел произнести... Я правильно, когда говорил с дьяволом, споря Моисеевом теле, не смел произнести у крызинного суда, но сказал, да запрети тебе Господь. И один раз неизвестно, о каком архангеле сказано 1 Псалоникийцам 4, 16. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвым во Христе воскреснут прежде. Какой архангел-то неизвестно? Сколько неизвестно? Ну так и надо говорить. Зачем тебе уточнять, когда не написано? Все остальное... Все остальное, что архангел говорил, а не являлся, что с Девой Марией был 15 лет неотлучно, что Моисей якобы помогал при написании бытия, был Иосифа Обручника в Гефсиманском саду. Все сие ни на чем не обосновано, и в то верить может только незнающий писание, тупо и уперто слепотствующий православный. Слепотствующий. То есть, все время ищущий слепоты и умышленно делающий себя слепым. У сайклантов этого них... Ну, там я не говорю про свете Илья Голова. Нет этого. Подобных сочинителей хватало и в первом веке, и о них апостол Павел слышал и одним стихом снес всем им с живых головы. Колоссянам 2, 18. «Никто да не обощает вас самовольным смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, что не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Под пресс этого стиха попадает и небесная иерархия, Дионисия Репагита, и более позднейшие откровения, в кавычках, и видение архи суемудрствующих. Слово «епископ» вводит в писание апостол Павел и всего лишь четыре раза. Вот представь, какой ответ. Ответы такие никто не даст. Почему? Да они не нуждаются в Библии. Здесь все ответы 4124 на Библии, на святых отцах, на житиях и на канонах. Архи-епископ. Такого звания нет в Библии. Ну как рвутся епископы к этой приставке архи, чтобы крестик на клобуку отобразить? Если бы вы этим ответом не удовлетворились, то большего вам ни один человек на земном шаре не выставит. На земном шаре, не на плоской столешнице. Позвоните в лампаду и узнаете про источники, откуда они взяли все написанное и дают с твердым утверждением. В ответ будут только мычание и тыканье в пустоту мимо Библии. Апостолы же скажут в Деянии 15.24 Мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, чего мы им не поручали. Что земля шар, говорит Ездра. Третья Ездра, 11 глава, 32 стих. А что плоской нету, им никто не поручал, Дух Святой не говорил. Это выдумка от сатаны. И все, раз нет Библии, рассуждать не надо. И дальше... Неправда, ложь. Всегда была в почете. Не только у церковных попрошаек. Она прописана и у попов с ночевкой, и папы с патриархом будут шамкать. Шамкать, знаешь, что такое? Безумно, шай-шай-шай. Это неправда так она ведет себя. Она не произносит, да не пойму, да не знаю, да откуда. А лжец, как ведаем, сроднились с супостатом, сумевшего треть ангелов склонить. С клеветником рогатым и хвостатым в искусстве лжи он истинно велик. То есть он на небе поднял войну и написано, клеветал на братью день и ночь на небе. О чем там говорить? Там не о земле он говорил, а что Бог плохой. Главная мысль это показать, что Бог не прав. Не права Библия. Практически нет сферы на планете, ни чистого святого уголка. Где икосы, акафисты, не петы, не правде с прибылью хотя бы и слегка. Вот я повторяю, Герман Стерлигов, Герман Львович, наверное, он Библию полностью отрицает. Совершенно. И от него что-то слышать, ты как от змея отскочи. Он разрушитель страшной силы. Ему дана эта харизма обольщать людей. Награбил миллиарды, а теперь начинает мутить людей. Как что ты не понимаешь-то? Ну нету слова правды даже нигде. Еще не смотришь, а Бородья говорит правильно, и то с каким-то с выкрутасом. Хватает там все, бросает. Он бесноватый. Да разве так себя человек ведет? Его только Жириновский может сравнить. К нему едут, сидят, арты разъянули. Сектанты все до самого кавычка святого. У лжи пристойной крепки на аркане. Они сознательно вне церкви скопом тонут. Кургуза мыслят с Библией в кармане. Кургуза что такое, знаешь? Ну как-то видать... Подрезанная. А, подрезанная. Обрезанная. Кургузы, конь кургузы, хвост обрезанный, там у него хвоста-то нету. 11 книг обрезали. Да. В любой главе стихе и в запятой упрямством затрамбованная узость. В достигнутом у ертяков застой. Посты отвернув услаждает пузо. Вот представь себе, даже не придумаешь узость и пузо. Срифмуй. Да что и говорить о злых еретиках. Перекрестить и лба никак не могут. Когда в монастырях и даже в алтарях наладо непросмоленный дает неправды много. Сокрыли Библию и всей правде вопреки богослужением длинным затемнили. И, Слово Божие, понятные нет строки. В традициях завязли, словно выли. Нам про царей, газетчиков, врачей, администраторов, милицию и судей надуют выше пламенных речей. Лжеть на лжете, житьце. И то ли еще будет. И то ли еще будет, это взял я из песни Пугачева поет. Слышал такое? То ли еще будет. То ли еще будет, ой-ой-ой. Дальше. Христос есть истина, и нет неправды в нем. Ни порошинки, даже полпылинки. Пусть Дух Святой повыжет ложь огнем, и даже в мыслях ложь к нам не прилипнет. 29-е. Хорошо. О чем здесь мы говорили? Не знаю, английские чины. Ага. Так, давай запишем сейчас, о чем это файл. Запиши, царство, архангелы. Понятно, о чем речь идет. Так, теперь мы снова выходим на сайт. И следующее. Вот смотри. Так, минутка. Ctrl-L. Скопировали. Я говорю, на конце курсора я переношу. Открываю. Word. Ctrl-L. Заактивировал. Переношу 20-й номер. Все готово. Ну, много ли? Но теперь можно считать и фотографировать. Вопрос 3473. 22-й том открытым оком. Вот у меня 30 томов вышло в книжной версии. Каждый том 752 страницы. И все разного цвета, обложки-то. Вот там Господь так показал. Я в прошлый раз говорил, не досказал. Молиться было негде. Ну, негде молиться-то. Мы же не в храмы эти ходили туда. Но там нельзя, чтобы без торговли. А нам это не надо. И у меня негде было даже. И квартиры не было. Стал молиться. Только в Барнауле у меня сразу появилось 4 квартиры. Одна старая, которая была. Дальше для бабушек покупал, который теперь ходит в храм. И вот это, что я выиграл, 2 дома. Мгновенно. Бог делает так. И молились. В лагере у нас молились отдельно было. Где там на Скворечнике, это 2. И отдельно, где около тебя с этой стороны гостиница, 3 места. Здесь молятся 4, 5, 6, 7 синагог фактически построил. Он говорит, у нас синагогу он построил, добро сделал, за него ходатайство. У меня получилось, сам того, не знаю, 7 синагог. Синагога это школа, а не то, что это еврейская. Дальше. Так, профессор Осипов утверждает, что спасенных в Рыю будет намного больше, чем думают некоторые фанатики. То есть кто правильно думает, это фанатики. Это бритый галстушник отвечает. И это только потому, что в аду будут, по его мнению, учения именно и только те, кто уже и в аду не захочет принять условия Бога и перейти в рай. Так ли это? Видите, сколько она говорит, он профессор. Он вот это может быть масон. Ответ. Передо мной его, может, последний труд. Посмертная жизнь души. Алексей Ильич Осипов. Беседы современного богослова. Даниловский благовестник с 2005 год. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексея II. Тираж 30 тысяч экземпляров. 128 страниц. На обратной стороне обложки автор Алексей Ильич со скромной улыбкой в галстуке тщательно выбритый. Явно, что отроку, в кавычках, всему за 60 лет. Ну я за 60, а ему почти 80. И как эпиграф, ко всей брошюре книжице, его же головное изречение, кавычках, Бог не нарушает нашей свободы. И потому двери ада могут быть заперты только изнутри, самими его обитателями. Вот так. То есть кто захочет, сам открыл, вышел и пошел в самоволку, как в армию. Это говорит, сколько же он перепортил священников-то. Там останутся только те, которые сами не захотели или не захотят из него выйти. Ничего не о рождении свыше, не о жизни, а именно хотение. Все. Ну какая вера здесь? И он учат в семинаре, преподают. Его судить надо, как преступника. Я взял в кавычки. Видишь, в кавычки закончили. Это не я говорю. Это он, по благословению, патриарх, а точнее патриарх это одобряет. Стоит прокомментировать хотя бы этот перл. Здесь, что ни слово, то греховное, дьявольское обольщение. Да кто же не захочет выйти из ада, из огня? Ну вот, долговременный профессор про то хорошо знает, как будто только что вернулся из командировки в ад, куда его патриархия командирует по три раза на дню. И слово «только», повторенное дважды в двух строчках, выбивает всякую надежду на исправление. Кто же к этим «только» захочет прислониться? Да неужели господин Осипов никогда не держал в руках Евангелие от Луки? Неужели он не слышал от самого Господа нашего Иисуса Христа, что в аду хотят перейти вместо прохлады самые отъявленные негодяи? Но нет там послабления. И нет там пользы от раскаяния, как говорит великий златоуст. Лука 16, 26 «И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к вам не переходят». Хотящие перейти, хотящие. А Осипов говорит, могут, ну кому верить-то? Это Христова притча. Он не считал никогда это. И поэтому монахи поняли, его книги все эти собираются с дисками и жгут, показывают огромную кучу, все искали. А кто такие монахи? Наказать их надо дальше. Ну интересно, назначили комиссию, а его предъявили 10 пунктов по лжи. И комиссия, патриарша, по всем пунктам признала, что он виновен. По всем пунктам признала. И официально выпустили, а потом он начинает что-то в ответ говорит. Комиссия, там профессора разбирали год или сколько. Тщательно каждое слово. И увидели ложь. И остался на прежнем месте. Он нужен там. Попробуй убери Чубайса Анатолия. Не убрать никому. Он по значимости для зарубежных, он больше президента и всей нашей думы. 2 Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. А там несоответствия, ничего нет. Тут дверь лишь в задвижку открой и выходи из огня. Какое царство преподает? Осиповская Евангелие. И больше всего тут у нас один заходит, ему под 80 лет, бучу тут наводит-то, знакомый наш. Он только Осипов признает. А почему? Бриться можно, он сам бритый. Не будешь, он говорит, борода нужна. Посты можно свободно нарушать, ты старый. То есть он разрушитель. Притом грешники уже на суде Божьем будут осознавать прошлое и свои заблуждения и делать сравнение своей жизни с жизнью оскорбляемого ими праведника. Но надежд им выйти из мучения при всем их желании нет, ибо заперты будут двери снаружи, а не изнутри. Как суисловит бритый профессор лжи. Примудро Соломона 5.39. Вот моя характеристика. Профессор лжи. И раскаиваясь, и воздыхая от подтеснения духа, будут говорить сами себе. Это тот самый, который был у нас некогда по смеянию и притче по руганию. Безумные. Мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестным. Это уходит только одни спасутся. Православная община. В Барнавуле вот гей Игнатий то другое. Да что, ради этих Христос умирал. Это никак не может быть. То есть ни на чем не основано. Написано много-много званых. Много-много-много-много. А спасается мало-мало-мало. Что не написано-то? Мало. И широкий пространный путь в ад ведущий погибель. И узкий тернистый. Ну, слова евангельские. То есть трудно идти. Подвиг надо совершить. Усилием восхищается царствие Божие. Ничего этого нет у него. И сами себе они теперь скажут безумные. Мы посчитали? Да. Его жизнь сумасшествием и кончину его бесчестную. Как же он причислен к сынам Божьим и жребия его со святыми? Как? Итак, мы заблудились. Мы заблудились. Не он заблудился. Его считали там сумасшествием. Это мы заблудились? От пути истины. И свет правды не светил нам. И солнце не озаряло нас. И солнце нас не озаряло. Ударение на этот свет правды не светил нам. Да. Мы преисполнились делами беззакония и погибели. И ходили по непроходимым пустыням. А пути Господня не познали. Какую пользу принесло нам высокомерие? И что доставило нам богатство с тщеславием? Все это прошло как тень и как молва быстротечная. Дальше. Будут проситься в рай преступники, отвергшие Христа при жизни. Но все тщетно. После смерти покаяние уже не имеет никакой силы. Говорит Иоанн Платаус. Покаяние второй раз явится не для ожидающих воспасения. Павел прямо говорит, во второй раз явится, прощения никакого не будет. Не для ожидающих, но воздать воздаяние. И что? Лука 13, 25. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Изнутри открывается или откуда? Но он скажет им в ответ, не знаю вас, откуда вы. Все. Ну явно, что Евангелие топчет под ногами, этот бритый, может быть, масонщик, я не знаю. И дальше. По Осипову же в рай не войдут только те, кто отвергает Христа и после нахождения в аду. Чушь беспробудную гонит, мастит и суесло профессор. Сколько же на этого профессора денег за всю его деятельность перевели впустую. И сколько же душ он перепортил, изнасиловал своим званием знанием. Ну, конечно, такое мне никогда профессор не простит. Данилу, 13, 57. Так поступали вы с дочерями Израиля. И они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззаконие вашего. Я к чему это написал? То есть надо мной они не смогли. Это я ему писал свои материалы, что главное, он их одобрил. Потом я ему звонил, по телефону разговаривали. Его племянник на дочери Ивана Суворова, женатый. Яснейшие слова Божии и лично силуют под свое бритое пустословие. Матфея 8, 1, 12. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнею. Там будет плач и скрежет зубов. И настолько будут желать попасть в рай тех, кто жил нечисто, что начисто забудут свое нежелание быть в раю, а начнут свои заслуги мнимые приводить на память Христу. Но в ответ он слышит окончательный приговор, несмотря на их желание. Матфея 7, 22, 23. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Лилий был пропестором, мужчина, не от Твоего ли имени? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем заблокировали, выгнали оттуда Андрея Кураева? Не именем ли Твоим мы все это печатали, предавали Анафиме, гнали всех? Сколько лет инквизиторы это делали? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Я никогда не знал вас, а именем Божьим все это делали, делали чудеса настоящие. И во имя Христа. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Ну и что, изнутри закрывается? Откровение 9.6. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Вот еще какое предстоит время. Лука 14.24. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Дальше. Стихотворение. Не хочется о незнающем предстать. Аудитория в ответах захлебнется. О вечности вопросы. Как обойти Христа? Как обойти Христа? Это вечности вопросы. А, как обойти Христа? И те вопросы лектору сугубо не по росту. Прочитай заново. Не хочется о незнающем предстать. Аудитория в ответах захлебнется. О вечности вопросы. Как обойти Христа? И те вопросы лектору сугубо не по росту. Они привыкшие при выслуге почету и не обремененные потусторонним страхом. Лопочут и не зрят, где белое под черным, и Бога и Его выпутают с Аллахом. Ответы перлы от попов маститых, профессоров духовных академий. Никто их не бросал в евангельское сито. Не сразу и поймешь, какой подрезой демон. Какая поэзия? Прочитай один раз, еще раз. Ответы перлы. Что такое перлы? Ну, это как жемчужина перла. Ответы перлы от попов маститых, профессоров духовных академий. Никто их не бросал в евангельское сито. Не сразу и поймешь, какой подрезой демон. Не только белизны при адской черноте, прохлады суемудренны в гиенском жаре. Скуфейки в камелавке расхристанный стратег с превозношением с гордостью напаром. А слушатели и сон раскрывших рот. Под праздностью языческих шатаний их экономии поток на ада дно увлек. Приплюснутые ложью к правде не восстанут. При галстыке и бритый лиходей ворочает в прокуренных мозгах греха завалы. И прошлое такое же и никуда не деть. Кошмар, кавычках, Святой Русью обозвали. Кошмар вместо Святой Руси. Святая Библия, как откровение Божие, неведома слепцам попам и их такой же пастве. Меч Гедеона не выхвачен из заржавевших ножен. Иначе не посмел бы так нагол враг напасть бы. Преуспевающих в религии дельцов в пустыне пруд пруди и много больше. Невежество кормушка выпитанных тельцов. Слова разжиженные не приправят солью. Признание и внезнание со ссылкой на Писание. О чем Бог умолчал, к чему в том надо саждаться. Наполнили бы церковь не илом с карасями, а смелыми орлами с пренебесным счастьем. Вот все. А то о чем говорится? Осипов. Давай-ка подожди. Царство и Осипов. Вот сегодня мы события дня показали. Отдохни давай сейчас. Отдохни. Не бери силы. Сейчас мы сразу начнем дальше. Второе. Что прошел сейчас уже? Так, это у меня ушло. Что, прерывать что ли? Сейчас, оторвай, сразу отрывай. Раз он встает уже все.